Истец Пасечникова Анфиса Ивановна, второй истец Шалашников Егор Иванович Ответчик Шалашников Юрий Иванович Пожалуйста, истцы, кто из вас Будет выступать? Первый Пожалуйста Ваша честь, я подаю Иск Процессового брата Чтобы он мне Выплатил 260 тысяч Это есть одна треть от суммы Которую он получил Восмещение морального ущерба За смерть нашего дорогого брата Григория Ивановича Шалашникова Я объясню, в чем дело Два года назад Наш брат Григорий Иванович Наш нами любимый Вышел вынести мусор Очень любимый вами брат Вынести мусор И так случилось Вы, наверное, знаете Уже не первый у них оказывается Такой суд Это знаменитая компания Которая людей давит Вот они его придавили Он полежал в больнице К сожалению, убер Понимаете, мы собрали денег Вот все троем Троем собрали Это очень важно Троем Мы троем собрали Деньги Хотели с ними договориться полюбованно Они нет никуда Такие нагрые С кем? С фирмы, которую Сдавил нашего брата Вот с этой мусорной фирмы Так Ну вот, они, к сожалению, нет А мы узнали, что у них уже не первое дело И мы пошли к тому адвокату Который дела уже бил И нам адвокат посоветовал следующее Он говорит Мне уже сказали Что идти вот всей толпой в суд не надо Вы выберете самого, так сказать Одного человека Вашего представителя И идите в суд Вашего представителя Самого молодого Дали бы доверенности Что значит одного выбрать? Ну вот так вот он нам сказал И мы решили на общем нашем собрании Что это будет Юра Мы этому адвокату Оплатили С ним составили договор Вот Мы ему оплатили деньги Вот я правильно Югор сказал Что мы собрались Тогда скинулись И оплатили по 8 тысяч Вот чтобы подать И мы решили Что значит Когда Юра Когда суд этот будет выиграть Юра эти деньги Которые получит А определили вот сумму морального ущеба 780 тысяч Что тогда все эти деньги 780 тысяч Разделятся в поровну на троих И вы понимаете в чем дело? Значит Мы как бы со своей стороны Все сделали что могли Вот А потом значит Смотрим денег нет Суд прошел А потом на запрос По решению этого суда Смотрим Оказывается деньги-то Юра уже получил Аж два месяца назад А нам ни слова Ни духу Мы значит стали говорить Юра Ну как же так Мы же договаривались с тобой Давайте твои Давайте деньги 780 тысяч Которые значит ты получил Разделим на троих Как договаривались А он нам сказал Что шиш мы получим Чего Он передумал И нам платить Ничего не будет Вот как Ваша честь Вы поймите Здесь дело Вот даже в этих деньгах Понимаете Он трактует это так Что как бы мы Чурки бесчувственные Понимаете Что нам только деньги нужны Понимаете Что мы Как бы вообще ни при чем Потому что у нас урона Никакого не было Понимаете А что урон был Только у него Понимаете При этом этот человек Знаете что сделал Дело в том Что брат умер не сразу Он не там на месте А он умудрился Пока брат лежал в больнице Он умудрился уговорить его Чтобы он ему квартиру Подписал Он понимаете Он получил квартиру Он получил вот эти А мы знаете Чурки бесчувственные Мы Это он один А кто нам сказал Что он подписал квартиру Пока он в больнице лежал Вы представляете Он нам даже не сказал Что брат в больнице был Вы понимаете Он даже нам не сразу сказал То что брат С братом такое случилось Вот представляете какое получилось. То есть вы просите взыскать с отмечика по 260 тысяч. Да, 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 30 тысяч. То есть вот эту сумму 780 рублей, которая взыскана в судебном порядке. Не за денег, а из-за справедливости. Поняла вас. Передайте, пожалуйста, документы. Да, пожалуйста. А решение суда у вас имеется? Да, и решение суда есть. Вот все, все. Хорошо. В документах. Значит, моральный ущерб. Он достался только мне одному. Почему? Вы вообще представляете, что такое иметь брата-близнеца? Когда он погибает, у него голова болит? Голова болит. Я спать не могу. У него зуб заболел, я просыпаюсь, ворочаюсь. Я один остался. Почему? Потому что брат звонит, мне плохо. Я, естественно, подхватился и к нему. У него что-то случилось. Я подхватился и к нему. Да. Вы брат-близнец. Естественно. А какой у них там моральный ущерб? Они жили под маминой с папой крылом. Послушайте, вы такой вообще собачий хвост. А мы ушли сразу. Как только чуть школу закончили на флот. А потом, когда с флота пришли, вы уже взрослые. И дети, они маленькие. А меня было в суток. Правильно я вас понимаю, что между вами не было договоренности, что эти деньги вы будете делить на троих? Или была? Ну скажи по чести. Ну чего ты? Была договоренность, что если нам возместят на похороны и на столовую деньги, мы их поделим по-честному. Нет, не такая договоренность. А моральный? А моральный? А моральный? Да какой? Да какой может быть моральный ущерб? Вы посмотрите, послушайте их и меня. При всем уважении. Я не могу услышать ответ на свой вопрос. Потому что вы все время кудачите. Вот что-то говорите, говорите, говорите. И перебиваете. То есть по поводу морального вреда, вы утверждаете, не было договоренности. Не было. А вы какие-то деньги возмещали истцам? Ваша честь, вот я, чтобы не было разговоров, зная их, я все через перевод отослал деньги, пожалуйста, вот. Какие деньги вы отослали? За столовую. За похороны, да? За поминки. За поминки, да. Так. На похороны брата. И то, что я из них, извините, выдернул на адвоката, потому что я один адвокат. То есть вы это компенсировали? Все, это я и одного, и второго. А вы в полном объеме компенсировали? В полном объеме. Или только их долю? Вы на троих не делили эту сумму? Кто за поминки платил? За поминки втроем все на троих, все по-честному. И вы компенсировали их расходы? Да, все затраты на поминки, все затраты на похороны. Ритуальные услуги. Все затраты. Единственное, что я из них еще не стал, это самое, памятник ставить. Памятник я поставлю сам. Мой брат я поставлю. Ну, еще бы такие деньги отхватить, конечно, памятник сам поставить. Ваша честь, неправильно он говорит. Мы сразу договаривались, что деньги, которые все выиграли... Я вас услышала, я понимаю. Да, я поняла, что вы считаете, что между вами была договоренность. Документы передайте, пожалуйста. Это была. А это вот фотография, как мы на флоте. То есть вы считаете, что вы потерпели, как бы, моральный вред в большей степени... Моральный вред больше всего мне достался. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. В иске каждого из истцов о взыскании с ответчиков в пользу каждого из них по одной трети денежной суммы, полученной ответчиком в качестве компенсации морального вреда за смерть их общего брата, отказать. Суд отказывает в удовлетворении исковых требований, так как спорная денежная сумма в качестве компенсации морального вреда за смерть общего брата сторон решением суда, которое представлено истцами, взыскана единолично в пользу ответчика. Ответчик, как брат погибшего, признан потерпевшим по уголовному делу после того, как брат умер, было возбуждено уголовное дело. И в соответствии со статьей 42, часть 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по уголовным делам о преступлениях, последствиям которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников, либо близких лиц. Уголовно-процессуальным законодательством к числу близких родственников погибшего в результате преступления относятся супруга, супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные, а также и родные братья и сестры, даже дедушка и бабушка, и внуки в том числе. Каждый из перечисленных лиц, независимо от того, кто из них признан потерпевшим, имеет право на возмещение морального вреда, причиненного смертью его близкого родственника. Поэтому взыскание денежной суммы в счет компенсации морального вреда в пользу родственника, признанно потерпевшим, не лишает права других родственников обратиться лично в суд о взыскании морального вреда в связи с утратой родственника. Понятно? Да, понятно. Именно поэтому вам в иске отказано, но в то же время вы имеете право обратиться с самостоятельным иском. Понятно решение суда? Теперь понятно. Спасибо, Вашич. А теперь, пожалуйста, к адвокату. Хорошо всех встать. Ладно, тебе успокойся. Все разъяснилось, что ты теперь начинаешь? Помирать будешь, не придумал. Решение суда. В иске отказать. Мы проиграли этот суд. Спасибо, судья, за разъяснение. И мы обязательно с братом воспользуемся ее советами. Правда? Да, обязательно обратимся в суд, чтобы взыскать за свой моральный ущерб. И с него я тоже возьму. Он мне тоже такое наносит, а он теперь мне не брат. Судья вынес очень мудрое решение. Решением этим я доволен. И этот суд показал, кто есть кто. Что родители не выбирают, родители дарят нам судьба. Ну, а брат с сестрой, это, получается, не очень родные люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова